Об этом говорить, не удаваясь в детали, в аргументацию, но, может быть, по ходу я буду импровизировать, и какие-то будут комментарии, которые связаны с тем, что мы сегодня отмечаем 90-летие института и развития перспективы, 60-летие, простите, я недавно был на 90-летие институтной хирургии, вот, 60-летие развития института и, самое главное, перспективы развития эволюционной физиологии как науки. Ну, прежде всего, все-таки я начну, да, ну и, безусловно, я должен сказать, что я в самом институте пробыл не так долго, 4 года, но, мне кажется, мне очень повезло в каком отношении? В том отношении, что это были годы, наверное, расцвета института. Директором тогда был Крепс, это были 70-е годы, институт был проходным двором для ведущих научных сотрудников и ученых со всего мира. Ну, это был очень такой, очень живой организм, и, с одной стороны, и я, конечно, за эти 4 года получил замечательную школу, которую, наверное, заменить ничем нельзя, и которая позволяет мне, если есть какие-то успехи, то это благодаря тому, что я, наверное, получил эту школу и понял, как нужно заниматься наукой. Ну, вот, а теперь о роли межклеточной сигнализации в развитии организма, интегративного механизма в целостном организме. Ну, здесь Юрия Викторовича, вот, нет, жаль, потому что я буду очень много делать в параллеле с тем, что он говорил. Значит, прежде всего он сказал, что вот эволюция функции – это не то, что развивается, это некие догмы, которые декларированы и которые лежат в основе развития организма. Я с ним могу согласиться в этом отношении, хотя слово «догма» в науке звучит неприлично. В каком смысле? Ну, вот здесь вот вы видите межклеточная сигнализация – основа жизнедеятельности организма. О чем идет речь? О том, что организм уже на самых ранних этапах развития, на уровне одноклеточных, многоклеточных, это и в онтогенезе, и филогенезе, создал всю систему межклеточной сигнализации. То есть все химические вещества, которые мы видим, физиологически активные вещества, химические сигналы, которые мы видим у млекопитающих, они фактически, их можно обнаружить, какие-то уже обнаружены, какие наверняка будут обнаружены в ближайшее время, вот на самом раннем этапе развития. Первое. Второе, что на этом же этапе развития мы практически можем обнаружить все рецепторы к этим веществам. Другой разговор, что физиологические реакции, которые обеспечиваются вот этими химическими сигналами, действующими на те же самые рецепторы, они различаются, могут различаться у низших животных и у млекопитающих. А дальше – это первая догма. То есть вот это все было заложено на раннем этапе, это оказалась очень консервативная система, которая не менялась. Вторая догма, которая очень важна, это то, что сигнализация сама по себе не менялась, но менялись структурно-функциональные взаимоотношения между теми веществами, которые секретируют физиологически активные вещества или химические сигналы, и теми, которые воспринимают и регулируются этими сигналами. И вот дальше я как раз хочу вам показать то, к чему это привело на уровне млекопитающего. Вы видите, что существует несколько комплементарных систем, регуляторных систем, которые дополняют друг друга, регулируют функциональную активность организма млекопитающих, и которые фактически работают на уровне той же межклеточной сигнализации, что и у низших позвоночных и на раннем этапе онтогенеза. То есть, скажем, если мы говорим о нервной системе, то регуляции в области синаптических контактов – это есть не что иное, как аутокринная и парокринная регуляция, а действия на отдаленные клетки – это есть эндокринная регуляция. Но самое главное, что в центре всего этого находится мозг, который является регулятором нескольких систем регуляции взаимосвязанных. Это нервная система, вы прекрасно ее все знаете, эндокринная система иерархическая, которую вы все тоже прекрасно знаете. Не все знают, а ПУД-систему – это диффузная нейроэндокринная система, представленная эндокринными клетками, разбросанными по периферическим органам, в желудочно-кишечном тракте. Эти клетки названы автором концепции ПИРСом-ОПУД-клетки – A Mind Producer Uptake Decarboxylation. И вот эти клетки парокринно регулируют функциональную активность специфических клеток в этих паранхематозных органах. Ну и кроме того, последнее, что сейчас обсуждается – это вовлечение в эти регуляции, как бы новый уровень регуляции в виде микробиота. Когда физиологически активные вещества, которые вырабатываются в организме бактерий, в желудочно-кишечном тракте, попадают в организм и тоже влияют на функциональную активность организма. И тут взаимная регуляция. И вот обратите внимание, что все эти системы, они построены по кибернетическому принципу. Это многоуровневые системы, которые связаны прямыми и обратными связями. И самое главное, они подстраивают систему к изменяющимся внешним и внутренним условиям среды. Ну, внешняя среда, понятно, что внутренняя среда, тоже понятно, что такое в организме. И вот мне опять, вот Юрий Викторович убежал, а вот мне опять хотелось бы провести параллель с тем, что он говорил. Он говорил, что вот эти закономерности общей регуляции, Да, и я должен сказать, что это ключевое условие, вот такое регуляции к изменению внешних условий, поддержание жизнеспособности организма. Как только организм теряет способность регулироваться к изменению внешней и внутренней среды, он погибает естественным образом. Так вот, этот закон, наверное, эту характеристику можно распространить на все, на что угодно. Юрий Викторович рассказывал о лингвистике, я могу сказать, что это можно также распространить на уровень любого социального организма. Ну, например, в нашей стране. Вы понимаете, что у нас есть внешние и внутренние факторы, да, и вот мне кажется, что у нас неадекватно оцениваются внешние факторы, внешние факторы в плане агрессивности всего мира по отношению к нам. У нас неадекватно оцениваются внутренние факторы, не замечается поляризация населения, и в результате этого все должно привести рано или поздно к социальному взрыву. Это мне так кажется на основе того, что я вам говорил про эроэндокринологию. Вот. И, кстати говоря, то же самое касается, я вам говорил, что я буду какие-то комментарии давать необычные, может быть, шокирующие вас. То же самое можно сказать в отношении Академии наук. Вот был такой совершенно замечательный у нас патриарх физиологии, Олег Георгиевич Газенко. Безусловно, умнейший человек, прекрасный, блестящий организатор науки. В 99-м году он, как и все мы, прочитал очень подробную статью, я уж не помню, в какой газете была, была целая полоса, может быть, даже две, о том, как будет реформироваться наука в 99-м году. После этого он каждый день говорил, «Ребята в Академии наук на всех уровнях, если вы сами себя не реформируете в соответствии с изменением окружающей среды, то вас развалят». Вот. Это было написано. Он говорил это все последний раз, он мне это сказал за два дня до смерти. Это были его последние слова. Ну, вот вы видите, к чему это все привело. И сейчас, понимаете, всегда есть желание списать те неудачи, которые произошли, те катастрофы, я считаю, и национальную катастрофу, и научную катастрофу, на отдельных людей. Вот мы опять вот тут обсуждали, и мне все говорят, «Да вот это отдельные личности, там на букву «К», в науке, там на букву «Е», там в государстве и так далее. Ничего подобного. Отдельные личности только пользуются тем, что не делают остальные личности, которые должны управлять выживанием организма. Поэтому Олег Георгиевич еще в 2007 году он умер, но он уже тогда сказал, что Академию развалят, и Академия ничего не сделала для того, чтобы адаптироваться к новым условиям. То есть оказалось невероятно консервативным, поэтому мы пожинаем плоды того, что произошло последние даже не есть лет, а довольно много лет. Теперь опять возвращаясь к нейроэндокринологии. Да, и вот здесь вот, конечно, вы видите, что центральное звено регуляции нервных и уж, конечно же, нейроэндокринных – это гипоталамус. И вот изучение гипоталамуса – это как раз и стало основным предметом нейроэндокринологии, которая родилась в начале 20 века, в первой половине 20 века. Вы видите людей, которые ее сформировали примерно одновременно, используя различные аргументы. И дальше, наконец, раскрутили то, как все-таки, что происходит на уровне гипоталамуса, как это работает магическая вот эта вот структура. Здесь было показано, что есть, так сказать, крупноклеточная система, которой занимался Андрей Львович Поленов, и я в его лаборатории, и которая является по-настоящему эндокринной системой. Тут выделяются гормоны в кровь, действуют на периферии. Есть мелкоклеточная система, которую открыли венгерские коллеги, там, Флеркос, Энтегатай, Халас. И они доказали, что это условная эндокринная система, поскольку выделение идет в портальную систему циркуляции, и таким образом регулируется секреция гормонов гипофиза. Но после того, как из локальной системы гормоны попадают в общую систему циркуляции, они разводятся до такого состояния, что перестают действовать уже на периферические органы. И вот мне посчастливилось работать и получить школу Андрея Львовича Поленова. И надо сказать, что Андрей Львович не только мне дал школу, он меня и дальше буквально за руку вел по жизни. И то, что я в Москве как-то успешно как-то работал, как мне кажется, это в значительной степени его заслуга. Он меня порекомендовал в замечательную лабораторию к профессору Мицкевичу, где я уже занимался онтогенезом. Так вот, у Андрея Львовича какая была идея? Он обратил внимание, что у него было две замечательных совершенно идеи. Одна совершенно адекватная, то есть, понятно, что на основе филогенеза он построил систему нейроэндокринных регуляций и дал оценку роли гипоталамуса. Но у него было две замечательные совершенно идеи, которые не реализовались, к сожалению. Одна была нормальная, другая парадоксальная. Но они совершенно гениальные идеи. Первое, это то, что он обратил внимание на то, что вазопрессийный окситоцин, они не только реагируют на изменения водно-солевого состава, крови, гуморальных жидкостей, но они вообще массированно выбрасываются при стрессорных реакциях. И он высказал гипотезы о том, что они обладают гораздо более широким действием на периферические органы и на целостный организм. Помимо того, что мы знаем, водно-солевой обмен, гладкая мускулатура и так далее. И вот как раз я эту работу у него начинал. Была создана оригинальная модель, когда фактически сохраняли только заднюю долю гипофиза, убирали переднюю. И вот на этой модели нужно было дальше смотреть, что происходит с периферическими органами под влиянием гормонов задней доли гипофиза. Но я из лаборатории ушел. Как-то вот эти исследования, они хотя и проводились, но проводились очень вяло, неярко. И я думаю, что большого следа в литературе не оставили. К сожалению. Второе, то, что я сказал, парадоксальная гениальность, гениальное предвидение, что ли, которое сделал Андрей Львович. Парадоксальную почему? Потому что из неверных посылок он сделал совершенно гениальный вывод. Значит, вот тогда, в конце 60-х годов, в 70-е годы, шла дискуссия. Вот клетка, которая вырабатывает нейрогормоны и которая управляет там гипофизом, вообще организмом и так далее. Что это? Секреторная клетка или это нейрон? И вот эта дискуссия очень долго шла. И надо сказать, что Андрей Львович был долгое время на позициях, что это секреторная клетка эпидемального происхождения. И вот здесь вот что получилось? Что он, изучая на лягушке происхождение этих клеток, он показал, что идет это морфологически, по косвенным показателям, переходные формы всякие, ну, как всегда это говорилось. Но он показал, что новые нейроны крупноклеточные выселяются из эпидемальной выстилки, образуются у взрослой лягушки. То есть, это фактически он предвосхитил открытие стволовых клеток. Вот. Мало того, потом в дальнейшем Четверухин электронно-микроскопически уже показал, что есть во взрослом организме, есть методически делящиеся клетки, которые дают начало нейрону. Ну, вот, я думаю, что Андрей Игорьевич сам не очень осознавал, насколько это гениальное открытие, насколько этим нужно заниматься, поэтому это тоже как-то не очень звучит везде. Но самое главное, что вот в конце 70-х годов, я уже говорил, что это, наверное, был рассвет института, во всяком случае, моё видение со стороны, мне трудно сказать, что внутри происходило, вот, и то же самое нейроэндокринология. Вот это золотой век, здесь вы видите всех классиков нашей нейроэндокринологии, тут Мицкевич, Поленов, Акмаев и так далее, да, и вот эти люди все работали вместе, и, ну, надо сказать, что там и дискуссии были большие, все. Вот, опять же, маленькая ремарка, вот я всё время говорю «золотой век», а почему мы сейчас не говорим «золотой век», да? Вот, смотри, что происходило в 60-е и 70-е годы. Страна бедная, страна только восстанавливалась после войны от разрухи. Что происходило? Открывали новые элитные факультеты, специализированные. Я, например, поступил на вновь образованный факультет, медико-биологический, который готовил научных работников в медицине. То есть это что? Это научных работников для трансляционной медицины. Тогда слова такие не называли, потому что словами не очень увлекались. Это сейчас за слова дают деньги. А тогда надо было по сути говорить. Это фактически была трансляционная медицина. У нас в середине 60-х годов уже было три курса генетики. Популяционная, медицинская и молекулярная генетика. Медицинскую ввел и Фреймсон. У нас была космическая биология и медицина, когда тут же все записи, которые с космических кораблей, сразу переходили в нашу аудиторию. Понимаете? Это первое. Второе. Посмотрите. Создавались новые институты. Создан был институт эволюционной физиологии и биохимии. Вы понимаете, дело в том, что мы никогда не думали об этом, но страна развивалась естественным, поступательным образом. Мы прекрасно понимаем, что, скажем, цикл какого-то направления, оно весьма ограничено в науке, особенно по мере развития научно-технической революции. И это очень динамичное представление. То есть, скажем, такой цикл, ну, где-то в районе 10-15 лет. И вот в соответствии с этими циклами, когда появляется новое направление, актуальное, перспективное, которое нужно двигать, на Западе сначала организуют программы финансируемые, а потом на базе программы создаются институты. И вот примерно так же создан был институт эволюционной физиологии, также был создан институт медико-биологических проблем в Москве и так далее. Это не значит, что эти институты должны бесконечно существовать. То есть, бесконечно образовываться новые и бесконечно существовать старые. Они должны все время заменяться, трансформироваться и так далее. И это диалектика развития науки. Но вот с тех пор в физиологии не было ни одного института. Были попытки наших региональных отделений создавать институты, но в центральном регионе не было создано ни одного института. И сейчас мы вспоминаем и греемся в лучах славы Арбели. Вот, это одна из... Причем были попытки создать такие институты, но они полностью блокировались. Вот. И вот теперь вот можно мне, может быть, рассказать о традиционных представлениях о развитии нейроэндокринных регуляций и роли межклеточной сигнализации в онтогенезе. Вот опять, мы все время ссылаемся на Арбели, и совершенно правильно ссылаемся. И говорим о том, что... Он говорил о том, что существует три подхода к изучению эволюции функций. Ну, и всего чего угодно, на самом деле. Филогенезе, вонтогенезе при патологии. Вот, понимаете, мы сейчас уже интерпретируем это все с позиции нашего времени. С позиции того, что мы делаем, и говорим, что, а, вот мы все сделали, как великий ученый сказал, мы все хорошо получили, он так и думал. Думаю, что он не так совершенно думал, как мы сейчас это интерпретируем. Вот смотрите, Арбели, как и Павлов, как и все другие, они были клиницисты. И у них первая задача была в голове – лечить человека. Но чтобы лечить человека, надо понять, как он работает. Понимаете? То есть, фактически воссоздать то, что мы сегодня называем трансляционной медициной. Поэтому, почему надо было изучать филогенезе и вонтогенезе Арбели, будучи клиницистом? Думаю, не потому, что он хотел вот все вот узнать там, я не знаю, там от моллюсков до того, как все это происходит. Не было прямых методов изучения. Регуляция – это сложнейший клубок. Вот этот клубок распутать тогда было просто невозможно. Понимаете? Единственный путь распутать этот клубок – посмотреть его в формирование, в развитие. И поэтому это вот и был подход в онтогенезе, в филогенезе. Только потому, что не было прямых подходов для того, чтобы понять взаимосвязь между элементами в этом клубке. Сейчас это был дорогостоящий подход и малоэффективный. Сейчас у нас есть многие подходы молекулярно-генетические. Есть нокаутные животные. Есть еще когда мы можем выключать отдельные звенья. В этом отношении изучение патологии остается приоритетным до сих пор. Почему? Потому что Арбеля правильно говорил, что мы только при локальном выключении отделов мозга, например, можем оценивать его функцию. Это не воспроизвести ни на какой экспериментальной модели. Нет ни одной модели, которая воспроизводила бы адекватно патологию. Ни одной, самой хорошей. Поэтому вот это да. Все остальное, поэтому мне было очень важно понять, находясь на этой конференции, вот, скажем, изучение филогенезии, этот подход, он превратился в науку самостоятельную. Вот изучение вонтогенезии, я знаю, это превратилось в науку, которая называется биология развития, которая является основой здоровья человека. Развитие и здоровье человека. Почему? Потому что то, что все дефекты, которые возникают на уровне развития организма, метаболические, там, у мамы, у развивающегося организма, вот, они все превращаются во врожденные заболевания, которые практически невозможно коррегировать в течение всей последующей жизни. Поэтому необходимо знать, это наука биология развития, это неонатология, нужно знать механизмы функционирования, механизмы регуляции, механизмы патологические, и с тем, чтобы разработать раннюю диагностику на уровне внутриутробного развития или раннего постнатального периода, и только таким образом можно скорректировать дальнейшее течение врожденных заболеваний. Ну вот, здесь я, давайте, я, наверное, пропущу много слайдов, я вам просто, нет, давайте я немножко вернусь, просто расскажу, в чем идея. Видите, у меня на комментариях так много ушло сил и эмоций, но я говорю, мой доклад так много слушали уже, что я никого ничем не удивлю. Вот смотрите, нейроэндокринные регуляции в онтогенезе, как они представлялись до середины 80-х годов, и после этого они не изменялись. Представлялось так, что вот развиваются эндокринные железы, самыми первыми в онтогенезе, они работают автономно, и в это время развивается мозг под контролем гормонов эндокринных желез, и мозг ничего не делает до тех пор, пока он полностью не сформировался, пока не сформировались все межнаринальные специфические синаптические связи. Только после этого он берет под контроль гипоталамус, гипофиз, и опоследованно через него гипофиз. И все это чистая правда, если речь идет о классической оси гипоталамус, гипофиз эндокринных желез. Но это неправда для того, по отношению к роли мозга в онтогенезе. И вот мы обратили внимание на то, что нейроны образуются очень рано в онтогенезе. Это и у человека, и у животных. Здесь говорится о грызунах, у человека тоже очень рано. И они тут же начинают, не имея ничего, ни отростков, никаких взаимоотношений, они начинают экспрессировать полностью chemical machinery. То есть все химические сигналы начинают синтезировать, экспрессировать все рецепторы. И вот в это время как раз считалось, что они только могут паракринно регулировать друг друга. А мы обратили внимание на то, что в это время нет гематоэнцефалического барьера, он формируется очень поздно. И что все эти вещества должны проваливаться в общую систему циркуляции и действовать на весь организм. Ну и вот для этого нам нужно было доказать, и мы доказали это, да, что концентрация нейрогормонов в общей системе циркуляции у плодов и новорожденных, то есть до формирования гематоэнцефалического барьера, такая же, как в портальной крови у взрослых млекопедающих, то есть физиологически активная, что концентрация нейрогормонов в общей системе циркуляции, опять же до формирования барьера, снижается при ингибировании синтеза в мозге, то есть мозг является основным источником этих веществ циркулирующих. И второе, что то, что поступает из мозга, действительно влияет на периферические органы и на сам мозг эндокринным путем, таким образом управляя развитием целостного организма. Вот смотрите, мы знаем эндокринные железы, источник физиологически активных веществ. Ну, скажем, самый мультипатентный гипофиз, я уже не считал там давно, наверное, 8 гормонов условно. В мозге десятки, сотни, а может быть тысячи таких веществ, которые до закрытия гематоэнцефалического барьера могут включаться в регуляцию. Причем многие из них включаться могут только в это время, в качестве транскрипционных факторов или морфогенетических факторов. Ну, вот поверьте мне, что мы все это доказали, то, что я сказал. Я вам сейчас дам суммарную схему того, как мы представляем роль мозга в онтогенезе. Вот смотрите, есть мозг, образовались из стволовых клеток нейроны. У них ни отростков, ничего нет, но сразу же начинается синтез химических сигналов. И эти химические сигналы начинают тут же секретироваться, есть к ним рецепторы на соседних нейронах, и они оказывают прокринное влияние на развитие нейронов. Это замечательное открытие сделал гениальный ученый из нашего института, уже покойный Геннадий Алексеевич Бузников. А вот дальше то, что мы увидели, это то, что все эти вещества поступают в общую систему циркуляции до закрытия гематоэнцефалического барьера и влияют на развитие периферии. Кроме того, они также могут возвращаться в мозг и влиять дистантно на развитие других нейронов. И таким образом у нас система из незамкнутой нейроэндокринных регуляций превратилась в рецепрокные, где мозг является ключевой структурой, определяющей развитие целостного организма. А вот дальше, когда закрывается гематоэнцефалический барьер, отсекается поток этих веществ на периферию и устанавливаются уже межнаэрональные синаптические связи. Ну и дальше, естественно, что врожденные заболевания, о которых я говорил, в основном определяются нарушением метаболизма вот этих химических сигналов, морфогенетических факторов, если хотите. И мы знаем много примеров. Это и синдром дефицита внимания, это патология сердца, синдром внезапной детской смерти. Все они завязаны на нарушение метаболизма хорошо известных сигналов. Норадреналин, серотонин, гонадотропин, релизинг гормона и так далее. И вот никто никогда не изучал патогенеза и не разрабатывал диагностику и лечение, исходя из позиции того, что мозг является ключевой структурой, определяющей развитие. То есть сейчас нужно пересмотреть патогенез всех врожденных заболеваний, исходя из этой концепции. Последнее, что я хотел сказать, я говорил, что я до этого рассказывал о том, что мы раньше все делали, а вот в последние годы мы обратили внимание на что? Тоже развивая вот эту концепцию системной регуляции, что в организме, мы знаем, давно это уже установлено, мы это изучаем в университете, но мало кто на это обращает внимание. Есть какие-то органы транзиторные, которые претерпевают инволюцию в онтогенезе, там тимус, орган цукерганглия, это скопление хромофийной ткани. Никто не понимает, зачем это нужно, никто не понимает, как это работает. И вот мы взяли, скажем, такие все органы, которые синтезируют катехоламины, и которые могут секретироваться. И вот оказалось, что их по крайней мере три. Это мозг до закрытия гематенцифалического барьера, это надпочечники, которые все время секретируют, и это орган цукерганглия, который претерпевает инволюцию к концу пренатального периода. Вот этот период с 21 эмбрионального дня по 15 укрыс, это и есть период морфогенеза. Так вот смотрите, какие органы работают здесь. Амороадреналин – важнейший морфогенетический фактор. На раннем этапе орган цукерганглия доминирует, мозг немножко, надпочечники много. Дальше увеличивается сегмент мозга. Дальше снижается, сводится к нулю сегмент органа цукерганглия, увеличивается сегмент мозга. А дальше все закрывается, кроме надпочечников. Вот, понимаете, какой вопрос возникает? Это все очень хорошо, что вы это показали. Но самое это главное. Вот я не могу понять, если мне кто-то объяснит, я скажу, вы бог. Почему надпочечники не могут все это делать сами, без всякого органа цукерганглия, в течение всего антогенеза? Ну, сначала понемножку синтезируйте, или наоборот много, потом больше. За счет изменения синтеза в самих надпочечниках. Не знаю, понимаете, почему нужен такой каскад, почему нужна такая ракета, многоступенчатая ракета, чтобы запустить развиваться организм, развивающийся организм. Я не знаю, это бог. И вот задача следующего пятилетия – понять, как это придумал бог. Я абсолютно атеист, поэтому я условно говорю бог, да? Но почему природа создала для нашего понимания такой сложный механизм, когда могла бы обойтись... Природа умнее нас, и мы должны понять, что она делает. Ну вот, у меня уже время практически закончилось, но вот что мне важно было бы, и что я не услышал у Юрия Викторовича в докладе, я ему об этом сказал, что я услышал, какие задачи были поставлены, когда была сформирована эволюционная физиология. Я услышал на примере почки, и очень хорошо, очень ярко, как эти задачи реализовывались. Я не услышал, какие направления сегодня есть в эволюционной физиологии, я не услышал, какие задачи стоят, и я не услышал, что можно ожидать в ближайшем времени от развития эволюционной физиологии. Ну, Юрий Викторовича нет, но я ему уже это просто все сказал в глаза. А, Юрий Викторович есть, да? Ну, замечательно, Юрий Викторович. Правда, я вам уже это все говорил? Поэтому тут никаких ошибок нет. Вот. Мне показалось, что это нужно сформулировать. Другой разговор. Мы можем ошибаться в наших прогнозах. Это не страшно, но мы должны все равно видеть это в виде рабочей гипотезы. Без рабочей гипотезы, без мозгов. Идти дальше некуда. И вот, что я хочу сказать. Вчера, что мы знали? Что мозг не участвует в нейроэндокринных регуляциях до полного созревания. Сегодня что мы узнали? Что развивающийся мозг до формирования межнаринальных связей и гематенцифалического барьера участвует в регуляции развития целостного организма и самого мозга. Что мы завтра должны узнать, к чему мы подошли близко. Но это работа лет на 10 для моих детей, а может быть уже и внуков, может при мне, может уже и без меня. Что в онтогенезе качественно меняется характер эндокринного влияния мозга на периферические органы мишени. Вот это нужно показать, как меняется этот характер. Какие вещества. Мы, например, что сейчас хотим сделать? Мы хотим сделать метаболум. Веществ в крови, которые есть до закрытия гематенцифалического барьера и после. И мы сразу выявим, путем вычитания, мы уже наметим кучу транскрипционных факторов, которые играют именно в этот период в развитии. Дальше. Нейрогормоны оказывают не только активационные морфиты. Нарушение метаболизма. Ну и так далее. Короче, я не буду сейчас читать. Времени уже нет. Но это программа, конкретная программа, которую конкретно выполняют и которую будут выполнять в течение ближайших 10 лет. Я буду очень благодарен, что если все эти гипотезы, я считаю, что самые важные факты не те, которые укладываются в гипотезу, а те, которые противоречат ей. Потому что нам природа и Бог подсказывают, что они нашли лучший путь, чем мы можем придумать. И мы должны понять, как это работает. Ну и здесь вот совершенно замечательно у меня команда, лаборатория. Тут и всякие, тут полная пирамида возрастная. И они очень органичны. Они очень большие энтузиасты. И у нас есть все возможности для работы. Ну, я сейчас несколько проехал американских лабораторий. Но у нас не меньше, а больше возможностей материально-технических для работы, чем в тех лабораториях, где я побывал. Ну и дальше я хотел бы все-таки, я все-таки человек амбициозный, ученый должен быть амбициозным. Вот я люблю очень высказывания американского журналиста, который написал книжку о мозге, где он пишет, что если бы мозг был намного проще, чем он есть, а мы намного более знающими людьми, но, может быть, более умными к тому же, то мы все равно никогда не поймем, как он работает. Мы должны понимать, что наши гипотезы – это только флаг, с которым мы говорим, куда нужно бежать. Но это совершенно не факт, что это правильно. Я вас хотел поблагодарить всех за внимание и еще раз подчеркнуть, что сейчас, мне кажется, настал такой момент, когда нужно сформулировать эволюционную физиологию как научное направление, которое направлено в конечном итоге на человека и которое более эффективно, чем существующие подходы к изучению и познанию человека. Спасибо вам большое. Извините, я задержал.